всем привет тимофеев роман преподаватель по силовой кондиционной подготовки академии регби-центр сегодня моим собеседником будет павел дыханов ваш представьте пожалуйста здравствуйте слушатели коллеги врач сборной россии по регби данный момент специализирующийся на юношеских и молодежных командах помимо этого физический терапевт в какой-то степени мануальный терапевт в какой-то степени реабилитолог в общем как кому нравится так и запомните да и павел сегодня проведет небольшую лекцию на тему профилактики травм задней поверхности бедра расскажет о причинах и о возможностях решения вопросов связанных с восстановлением задней поверхности бедра тема очень актуальная особенно для игровых видов спорта особенно для регби поэтому я думаю всем будет очень интересно послушать и взять для себя на вооружение рекомендации которые павел нам даст давай пошли начинаем да значит пойдем мы по порядку начиная самых азов и для начала пройдемся вспомним анатомию мышцы задней поверхности бедра или мышцы хамстринги состоят из трех мышц это бицепс бедра который находится латерально то есть более наружного здесь его курсором обвожу и рядом с ним сухожильные полуперепончатые мышцы эти мышцы являются двусуставными то есть участвуют в движении тазобедренного сустава именно разгибание и изгибание коленного сустава также на этих картинках которые я показываю можем увидеть мышцы синергисты то есть которые вместе с ними обеспечивают движение это большая приводящая мышца тоже ее обвожу и большая ягодичная мышца которые совместно с хамстрингами осуществляют разгибание тазобедренного сустава и вот на следующей картинке также мы видим желтеньким цветом под цифрой 4 тонкую мышцу и рядом с ней под цифркой 5 партняжную мышцу которые вместе с ними осуществляют сгибание в коленном суставе ну и также чтобы освежить соответственно одна картинка где на нас представлены градусы и движение которое происходит когда хамстринги сокращаются и рядом с ними соответственно когда хамстринги натягиваются когда движение выполняют их антагонисты а я тут еще ребятам поясню хамстринги когда врач говорит он подразумевает как раз группу мышц задней поверхности бедра поэтому если паша будет заговариваться я буду немножко дополнять где-то может быть материал чуть-чуть будет на слух сложен но для этого картинки я сделал чтобы попытаться максимально доступно это объяснить жать даже когда горю хамстринги это вот те самые три мышцы двуглавая мышца полу сухожильные полу перепончики идем дальше здесь представлена с точки зрения биомеханики роль мышц задней поверхности бедра значит как уже сказали они представляют собой три отдельные мышцы которые по разному реагируют на нагрузку в частности вот здесь приведены цифры растяжения насколько цифр насколько эти мышцы натягиваются во время бега бицепс бедра на 110 процентов как видите то есть наиболее растяжим и соответственно он является мышцей наиболее часто повреждающиеся в сравнению с полусухожильные полу перепончатой так как они видимо сто восемь сто семь процентов как бы кажется по цифрам а если не велика но на самом деле для травматизации достаточно существенно ну и поэтому когда происходит травма бицепса бедра ощущение возникает ближе к наружной части правильно по его расположение ну может быть ближе там к максимальному месту крепления то есть выше туда там вот под ягодичную область может быть ближе к колену даже чуть ниже колена в зависимости от локализации повреждений и значит здесь у нас представлена на таким схематичным образом биомеханика бега и вот красным выделена фаза терминал свинг ну как по-русски наверно можно сказать там фаза выноса конечности вперед значит вот в этой фазе происходит эксцентрическое напряжение мышц хамстерных то есть эксцентрическое напряжение это ну можно сказать уступающая работа то есть когда сила которой мышцы противодействуют ее превосходит и то есть все что может сделать мышца напрягающейся это ограничить скорость с которой и растянет мышца который противостоит или иными словами в это в эксцентрическом режиме мышца растягивается до растягивается но вот то есть она должна уметь сильно сокращаться во время удлинения вот так если простым языком говорить то есть вот в этой фазе у нас мышцы передней поверхности бедра выносят ногу вперед задняя поверхность бедра она растягивается но при этом как бы тормозит немножко это движение то есть она должна быть достаточно сильной чтобы в этот момент растяжения не порваться да и с другой стороны быть достаточно гибкой чтобы сгибание бедра достигла нужной амплитуды то есть вот мы видим усейн болт у нас тут бежит да у него практически 90 градусов сгибания бедра такая амплитуда должна быть для хорошего спринта так скажем то есть чтобы прикладывать силу в горизонтальном направлении это является ключевым фактором сгибания в тазобедренном суставе и если гибкость задней поверхности бедра будет недостаточная то есть она будет слишком там сильно сопротивляться на пример или просто быть менее подвижной то как вот у нас на нижней картинке да вот тут парень бежит и у него совсем другая картина да тут совсем не такое сгибание тазобедренном составе соответственно как бы мощность его бега скорость будет снижена просто чтобы тренеры тогда делали себе пометку от подвижности и от гибкости задней поверхности бедра будет влиять насколько способен будет спортсмен развить свои скоростные способности да да то есть вот горизонтальное направление силу приложить и от этого будет зависеть непосредственно скорость но значит понятно да вот поэтому что эксцентрическая как функции эксцентрическая сила мы про которые мы сегодня говорим она является одной там из первостепенных таких факторов которые могут быть как причиной повреждения так и фактор нужно учитывать во время реабилитации восстановление уже после полученной травмы следующее изометрическое напряжение то есть изометрическая это статическая нагрузка когда мышца напрягается но при этом не меняется в длину эта фаза у нас происходит вот практически в самый момент контакта с землей то есть когда уже максимально эксцентрические хамстринги напряглись растянулись насколько они смогли это сделать и вот момент контакта землей будет она очень короткая но фазов которые они не растягиваются не сокращаются просто находится в статичном положении это изометрическая выносливость мышечных пучков она уменьшает механическую работу и обречает поведение сухожилия этих мышц во время цикла сокращения растяжения то есть как пружина сухожилия работает и вот в этот момент если достаточно изометрическая сила то этот механизм работает нормально это как бы такой перевалочный пункт и вот следующее концентрическое напряжение уже классическое с которым все знакомы когда мышца напряглась и сократилась то есть дальше уже когда нога захлестывается как бы назад и в последующем будет выноситься вперед это концентрическое напряжение то есть максимальный показатель силы разгибания бедра изгибания колена как бы основная так скажем функция не то что основная наиболее всем известны вот здесь соответственно разобрав это мы показываем что мышцы хамстринги не только все мышцы работают в трех режимах и соответственно чтобы профилактировать нам нужно каждый из этих режимов учитывать и прорабатывать и чтобы восстанавливать соответственно тоже восстановить каждый из этих каждый из этих функций идем дальше эпидемиология ну то есть частота повреждений области по которым еще не говорим на примере нашего вида спорта регби вот эти две картинки которые более объемные это данные с кубка мира 2015 года с 19 пока к сожалению не нашел видимо еще не произведены исследования нет еще данных а вот с 15 уже есть видим иначе на первой табличке повреждение нижней конечности и выделил я задняя поверхность бедра ну и колено вместе с ней выделил потому что все таки один сегмент в будущем опять же еще вы на этой лекции узнаете почему это так важно эта связь и видимо частоту достаточно высокую если вот по другим травмам нижней конечности там бедро приводящая группа бедро передняя поверхность бедра там и дальше уже голень и стопает нигде мы не видим таких цифр как на задней поверхности бедра и колени то есть самое самое частое ну выше только если вот тут мы присмотримся на голову лицо ну понятно там всякие рассечения и прочее из значит мышечных травм это самое частое и нижняя табличка здесь у нас представлены дни ну количество дней пропущенных спортсменами по причине каких-либо травм и также мы видим что ну конечно здесь колено запасом лидирует потому как если связочный аппарат колено поврежден то это часто операция и длительное восстановление опять же из других повреждений повреждение задней поверхности бедра лидирует и еще один у нас представлен здесь график это австралийская футбольная лига ну конечно другой вид спорта но по контактам примерно его соотносят на плюс минус в одну группу что как бы исследование потом чистоте травм можно соотносить этих двух видов спорта но и так же много ударов ногой как раз и ускорение спринтов и ударов ногой в момент этого движения когда у нас натягивается мышцы задней поверхности бедра вместе с ухожилиями максимально и видим мы вот что на первом первом месте травм задней поверхности бедра запасом и только потом уже идут приводящие квадрица стоит передняя поверхность бедра и голени значит частотой возникновения разобрались идем дальше переходим на классификацию последние данные предлагают нам классифицировать повреждения задней поверхности бедра в первую очередь по несколько по их длине ну то есть количество там ткани которая повреждена хотя это тоже важно сколько в первую очередь на локализацию этого повреждения то есть самое легкое у нас мышечно-фасциальное повреждение далее идет мышечно-сухожильный переход и самый плохой вариант внутри сухожильное повреждение это классификация обеспечивается как бы скоростью регенерации тканей поврежденных и их реакции на последующую нагрузку время восстановления видимо вопрос такой даже не вопрос а пояснение чтобы тренеры лучше понимали когда повреждается задняя поверхность бедра вот по ощущениям если повреждения посередине мышцы то это предусмотрена это вот то есть в этот луковка а мышечно-фасциальное повреждение если где-то вот посередине не близко к ягодице и не очень близко к колену на то что у него именно в этой области боли если он будет чаще это описывать как какой-то там спазм возможно это даже будет не острое там повреждение в данной ситуации какой-то нарастающие то есть у нас ну два механизма травматизации данного сегмента либо растяжение либо слишком сильное наоборот сокращение то есть здесь вот будет скорее слишком сильное сокращение что более для прогноза более хорошо так скажем а если спортсмен жалуется на то что произошло вот болевое ощущение резкое возникло стреляющее ближе к сухожилию то это здесь как бы стоит более поднапрячься так скажем и меры оказать более действенные в любом в любом случае нужно должное внимание уделить этой ситуации но если вот у нас локализация более максимально как я говорил туда ближе к ягодице либо более дистально ближе к колену то более тревожный момент так скажем вот здесь на картинках вот верхняя тут просто это вот из этого исследования которые предлагают данную классификацию она просто низкого качества но если присмотреться вот видно я обвел черненьким затемнение вот на рисунке где красным цветом мышная ткань изображена это вот та самая буковка а мышечно-фуциальное повреждение потому что мы видим рядом этот участок затемнения повреждения на границе находится между красной ткани мышцы и белой ткани сухожилием и рядом с ним уже буковка c когда большая часть повреждения затемненного изображения у нас приходит на белый цвет то есть на ткань сухожилия и нижняя картинка это вот здесь не надо обращать внимание на вот типы 1а 2а там 34 это старая классификация просто здесь хорошо изображено и вот здесь тоже я отвел то есть вот примерно если мы будем говорить про а это вот к самая граница да там мышечной ткани максимально то есть до сухожилия где-то здесь или же это может быть прям посередине где-то в этой области потом вот ближе уже переход ближе к месту крепления это бы обычно сухожилия переход и c вот здесь красным отмечено это если у нас повреждение внутри сухожилия ну или же если это отрыв то соответственно тоже будет повреждение внутри сухожилия полностью она будет повреждена и каждый из этих делится на четыре степени тяжести то есть все равно по узи по мрт лучевые диагнозы высчитывают там например 10 процентов там поперечника мышцы там 50 процентов поперечника мышцы там 90 или же тотальный разрыв от этого и будет из этого и будут эти степени складываться на лицо какие-то будут показатели при травме задней поверхности бедра я имею ввиду синячки в месте повреждения или крупные такой гематома будут образовываться да то есть но опять же если у нас степень а то есть мышечно-фоциальное повреждение там может быть может быть и ничего не будет просто может быть мышца напряглась там какие-то самые-то мелкие повреждения произошли она может визуально никак себя не выдавать но если уже более серьезное повреждение то через там небольшое количество времени мы увидим образующуюся гематому соответственно попытка напрячь эту мышцу будут давать боль попытка растянуть эту мышцу тоже будет давать боль ну и соответственно если у нас там не дай бог тотальный разрыв то там будет выраженнейшая гематома и практически полное отсутствие функции то есть но невозможность совершить движение которое наши мышцы выполняют разгибание тазобедренного сустава либо же сгибание коленного но я думаю там все видели картинки например там как какие-нибудь пауэрлифтеры там когда у них на фоне приема там запрещенных препаратов отрыв большой грудной мышцы происходит и там фиолетовая просто начиная от локтя и заканчивая там подмышкой с другой стороны как бы все залито кровью поэтому там сложно перепутать и здесь если будет отрыв то я думаю что маловероятно что кто-то его не распознает но вот по твоей практике работы с сборниками преимущественно какие травмы задней поверхности бедра встречаются не но все-таки а и b по большей части ну тех которые по крайней мере я наблюдал хорошо что потому что все-таки внутри сухожильное это сложная вариант там ну дальше опять же я буду давать информацию почему то есть там по и по длительности восстановления и самое плохое что по дальнейшим рецидивом очень сложно восстановить его так чтобы эта зона стала такой же как с другой стороны например и такой же как до травмы это тяжело ну а вот причины которые могут быть основными для травмы вот сухожильной части если какие-то вот предпосылки как можно предположить или нет таких предпосылок а что являлось как бы предиктором именно повреждение сухожильного сейчас пойдем по факторам и причины которые складываются и там будет понятно что является более причиной там для повреждения мышцы и что более для повреждения сухожилия то есть ну по логике если у нас характер повреждения сократительный то есть слишком сильное сокращение спазм там у нас больше все-таки будет повреждаться мышечно-фуциальная потому что тяжело чтобы сама мышца так сократилась чтобы оторвать сухожилия а второй механизм повреждения через чрезмерное растяжение вот там да ну я больше имел ввиду наверное наш вот есть такое понятие как усталостная травма накопительная травма могут способствовать травмам сухожилия какие-то небольшие травмы которые были раньше у спортсмена которые ему там не ограничивали его движение или вызывали дискомфорт но он продолжал тренироваться не обращал на это внимание но там все рубцевалась и потом в один прекрасно да конечно то есть игрокам у которых были там жалобы или были в анамнезе диагностированные повреждения даже мелкие тем более если это были мелкие повреждения сухожилия нужно повышенное внимание потому когда же микро травматизация сухожилия заживает зачастую если это небольшая травма должного внимания к этому нет то есть там просто какое-то время спортсмен отдохнул там не знаю пару дней недельку там полторы недельки никакие реабилитационные мероприятия не проводил просто отдохнул и снова потом начал полноценно заниматься эти микро повреждения заживают как роман уже сказал то есть образуются рубцы которые менее функциональные не такие функциональные как сама сухожилия до этого повреждения и в том числе они менее устойчивые к растяжению то есть чем больше их там накопилось за какое-то время тем больше вероятность что в каком-то месте она порвется уже в большем объеме она сухожилия поэтому да это является одним из основных факторов но то есть мы можем сразу нашим тренером игрокам собственно сказать о том что если возникают дискомфорта или ощущения в области задней поверхности бедра не нужно себя мучить идти сквозь через боль потому что есть риск получить более тяжелую травму да лучше не в коем случае до терпеть не нужно нужно там подойти к врачу там если дай бог чтобы он был там не знаю массажисту хотя бы тренеру сказать об этом чтобы он уже передал там медицинскую службу если этом на данный момент там они находятся например там рядом но ни в коем случае нельзя там сквозь зубы там пытаться это перетерпеть потому что ну не не знаю механизмов я таких особенных чтобы как-то там адаптироваться к этому если уже происходит есть проблема то есть какой-то там дисбаланс который мы сейчас перейдем который может к этому приводить то он сам по себе не пройдет ну и к тому что тренер если игрок спортсмен жалуется на дискомфорт задней поверхности бедра не должен заставлять его продолжать выполнять работу а стоит остановиться и задуматься ну конечно то есть вот этот частый механизм который у нас там во всех видах спорта наверное происходит что-то спортсмен подошел там что-то у меня там задняя поверхность бедра там как-то подтягивает там пока вы не знают напряглась там и если что в ответ там ты спортсмену я должно там напрягаться или должно там поболевать ну как это не не то что нам нужно поэтому это и приводит потом дальнейшем потому что игроки заканчивают карьеру там по этим причинам даже ну там миллион же примеров даже там не только какого-то на вот там юношеском молодежном уровне но и там видах спорта таких как футбол там самые высококвалифицированные спортсмены с теми же задними поверхностями бедра там не знают загоев там гард бэйл там малком дым билетом и куча примеров даже несмотря на самую высококлассную помощь там где-то значит либо игрок не выполняет там какие-то рекомендации где-то может быть заняты не досматривают где-то может быть не знаю там как помочь то есть проблема серьезная на всех уровнях так скажем она есть ну то есть мы для себя еще раз делаем вывод что задняя поверхность бедра это очень нежная структура с которой надо заботой относиться к которой с заботой нужно относиться да да вот на слайде эпидемиологии я думаю по цифрам всем стало понятно что это то что чаще одно из самых частых что беспокоит и привела крест сначала кресты рвут а потом страдают задними поверхностями да да очень часто механизм или же бывает наоборот но мы тоже сегодня еще поговорим давай давай продолжаем переходим значит уже конкретно к причинам возникновения проблем задней поверхности бедра их повреждениям ну самое простое на раз самое логичное что этой причиной будет являться силовой дисбаланс и здесь я привожу что силовой дисбаланс может как бы складываться из трех таких блоков самое простое опять же просто слабость сгибание колена то есть просто сила этого движения не такая там как должна быть все авторы исследований заявляют что более сильные мышцы что логично обеспечит более надежно защиту от травм и что мышечная слабость является фактором риска их возникновения есть например исследование вот как раз на австралийских футболистах и на спринтерах в которых в будущем травмированы атлеты перед сезоном демонстрировали низкие силовые показатели по и за кинетическому тестированию сразу останавливаю знать что такое за кинетическое тестирование вот здесь я вставил картиночку вот здесь аппаратом контракс изображен там бывает разные там биодекс и прочее в общем в чем суть видим мы здесь спортсменка зафиксированная она будет выполнять сгибание разгибания в коленном суставе как бы выполняя давление вот на эту на этот модуль этот модуль дает ей ровно такую же обратную силу которую она прикладывает чтобы скорость движения выполнялась та которая нужна то есть там ограничивается скорость движения например там 60 градусов в секунду и она выполняет движение сгибания разгибания как бы сильно она не давила все равно скорость будет такая же и будут получены объективные цифры мы потом можем сравнить на правую левую ногу силу сгибания в коленном суставе силу сгибания разгибания в коленном суставе и получить там какие-то возможные дисбалансы просто это я как пример наиболее объективный так скажем диагностический вариант как можно определить эти силовые дисбалансы и как в исследованиях часто его использовать чтобы понять что действительно важно с точки зрения силы а что нет ваша вот такой вопрос какие-то полевые тесты есть я имею ввиду тесты который может выполнять тренер там в условиях тренажерного зала или поле связанные с оценкой силовых способностей за ну естественно не будут не такие объективные как этот но тоже мы разберем то есть мы когда будем проходить упражнения которые являются профилактирующими дак для повреждения мужа задней поверхности бедра соответственно эти упражнения кроме как для профилактики можно использовать как тестирование супер так же как например там вы на сборах проводите там прыжок в длину там выносливость ускорения также можно и включить например в эту диагностическую такую кроме физических качеств мы еще будем оценивать и силовую выносливость локально на понедельные мышцы здорово да вот есть первое значит прошли мы слабое сгибание колена в целом потом второй блок это асимметрия сгибания колена с двух сторон то есть разная сила например там левой ногой он там сгибает например там 100 там ньютонов допустим там правый 50 естественно что такая выявлена слабость силовых показателей будет фактором повышенного травматизма и эта оценка является тоже более объективной чем сравнение с какими-то средними показателями там по группе например по возрасту или там по разряду по виду спорта там это тяжело подобрать потому что очень много вводных данных которые могут быть не учитаны если мы просто сравниваем правую и левую ногу то здесь как бы все просто сразу будет понятно ранние исследования которые были проведены показывали значит что асимметрия силы хамстрингов более 10 процентов является фактором повреждения это было проведено на американских футболистах затем в австралийских футболистов было было цифра 8 диагностировано 8 процентов и больше это уже опасный такой опасная разница которая может приводить к повреждениям и у просто футболистов в классическом футболе там 15 процентов были получены цифры и на входе значит этой асимметрии также может меняться и биомеханика бега что тоже будет приводить к возможным повреждениям мышц задней поверхности бедра и не только то есть это тоже важно оценивать и также можно это сделать в полевых условиях тоже мы там этого коснемся то есть опять же там какие-то упражнения где не на двух ногах а изолирована одной на другой и сравнивать потом эти показатели то есть не только там ведущую ногу например оценивать у каждого спортсмена оценивать право и лево вот так как я уже говорил это наиболее объективное сравнение и значит такое самое сложное из этого блока но сейчас мы по порядку попытаемся объяснить я думаю что будет понятно низкое соотношение силы сгибателей колена к разгибателям то есть вот опять же если мы на этом тренажере разбираем то вот должно быть определенная цифра отношения силы с которой эта девушка сгибает колено к силе которой она будет его выпрямлять также это важно вот как раз таки в снова вот в этой фазе бега терминал свинг где вот мы уже указывали сейчас я ввожу курсор если у нас сила задней поверхности бедра по сравнению силы передней поверхности бедра не такая как должна быть ослабее то у нас будет чрезмерное сокращение до четырехглавой мышцы то есть слишком сильный вынос нижней конечности вперед который может превысить анатомический предел просто мышц задней поверхности бедра и произойдет травма растяжения ну то есть мы здесь такой промежуточный делаем вывод что избыточное увлечение тренировкой передней поверхности бедра приседания сгибания в тренажере могут повлиять на будущую травму задней поверхности до совершенно верно то есть да просто она настолько сильно будет сокращаться и выдергивать как бы так скажем нижнюю конечно вперед что задние просто не не сможет так растянуться и не сможет так эксцентрически как мы уже обсуждали ее тормозить потому что будет просто слабая по отношению к ней если сравнивать концентрическую силу да то есть вот силу при которой они сокращаются укорачиваются то диагностически важным является процент примерно 60 то есть должна быть ну там 60-70 допустим задняя поверхность бедра вот передней это если концентрически сравнивать остальное если меньше то это уже опасно но опять же что интересно в дальнейших исследованиях когда вот дошли до того что в этой фазе терминал свинг у нас важнее является эксцентрическое напряжение задней поверхности бедра то попытались высчитать показатель отношения эксцентрической силы хамстрингов к концентрической силе четырехглавой мышцы то есть вот как раз эту модель которая происходит вот в этой фазе бега и момент выноса вперед и пришли к тому что это является наиболее таким важным диагностическим показателем отношения силы сгибателей к разгибателям и должно быть примерно 80-89 процентов то есть практически одинаково эксцентрическая сила хамстринга повторюсь и концентрическая квадрицепса то есть чтобы вот он практически мог там практически остановить вынос ноги вперед но все-таки он происходит поэтому то есть десять процентов 10-20 должны быть прямо очень грубо так сказать если его передняя поверхность бедра может разогнуть ногу с весом 100 килограмм то и задняя поверхность должна иметь возможность противостоять или там 8 9 в лучшем случае применить вот но надеюсь что понятно это будет немножко немножко сложно но на пальцах вроде бы ничего следующий слайд значит еще такой тоже сайт относительно недавно найденный фактор биомеханического нарушения тоже сейчас здесь внимательно но я думаю что же будет понятно угол в коленном суставе в момент максимального крутящего момента сгибания то есть максимальной силы хамстрингов в движении сгибания колена допустим да вот здесь на графике мы видим слева у нас в ньютонах в этот крутящий момент или же сила а справа в градусах угол в колени в этот момент и вот первое то что я сейчас указываю это график не поврежденной конечности ранее то есть максимальная сила сгибания в колени она примерно там на 30 градусов когда колено там практически разогнута до нога практически прямая а вот рядом показывается этот же показатель на ноге которая ранее была травмирована в зоне хамстрингов и здесь максимальная сила во-первых она ниже да видно что тут там допустим здесь там меньше сотки и она на угле там 45 50 то есть вот этот показатель пришли к тому опять с помощью там вычислений измерений что он важен касаемо повреждений на каком угле хамстринги могут максимально сильно согнуть колено чем он меньше тем это лучше то есть там допустим на 10 градусов на 20 градусов практически на прямой ноге должны быть лучшие показатели если уже у вас там лучший показатель например там не знаю там 63 90 то надо как бы сильно задуматься что что-то происходит не так но опять же сравнивается со второй ногой не с какой-то там не средний по команде не знаю не средний по позиции не средний по возрасту право-лево ну и для с точки зрения практического применения игрок имевший травму задней поверхности бедра будет способен меньше с меньшей силой давить на землю и не сможет развить ту скорость которая ему была доступна до травмы если мы простым языком да конечно да ну и а так как две ноги одна будет травмирована другая нет это может еще и вызвать нарушение самого бега вынос бедра одной ноги будет отличаться от выноса бедра другой это начнет разрушать его систему целостную да и опять же приведет к риску травмы конечно риск травмы скорее всего который в будущем будет получена так и отсутствие какого-то нормального результата то есть естественно даже пока он не получит травму он не сможет нормально бежать стоит мощностью с той продуктивностью там которая с тем ускорением которое ему нужно идем дальше значит следующий предиктор там фактор риска повреждения хамстрингов это гибкость здесь опять же сейчас внимательно такие весьма удивительные может быть весьма удивительно будет информация значит так как тренировки на гибкость традиционно предлагались в качестве ключевого момента профилактики травму спортсменов хотя убедительных данных никогда не было но я думаю все это прекрасно слышали там опять же когда там к тренеру или кому-то там обращается спортсмен там что учета у меня там покалывает что-то у меня там болит задние ну иди растение что-то не растягиваешься там конечно у тебя поэтому все проблемы потому что же деревянный ну да да как бы ни было конечно это там удобно и просто но к сожалению это не так например вот исследование американских и австралийских футболистов не обнаружили вообще никакой связи между гибкостью хамстрингов из вот тестов которые здесь изобразил это первые то есть то ну пальцы рук пальцы ног магический наклон вперед коснуться этими пальцами рук и носков до проводит если дрич то есть вперед наклон вперед точно сколько мы можем опять же там до коснуться впереди там нас какое расстояние там от ног по дальности и будущим риском хамстинга то есть вообще не нашли никакой связи и в отличие от распространенного мнения австралийские футболисты уже с имеющейся в анамнезе травмой они демонстрировали даже большую гибкость в тестах и с большей вероятностью получали рецидивы этой травмы то есть обратная связь не так как все всегда считали что там хорошая гибкость не будет травм здесь мы даже находим что наоборот так как помимо этих исследований также еще были исследования что низкая гибкость хамстрингов которые оценивали с помощью активного пассивного теста на поднятие прямой ноги вот который здесь указан на третьей картинке не увеличивала риск возникновения травмы задней поверхности бедра как у австралийских футболистов так и у классических футболистов то есть сокер там так и у спринтеров много таких данных то есть не стоит заморачиваться как бы что все зависит только от гибкости гибкость это важно гибкость это нужно там и для результата и для профилактики травм да безусловно но они нужно как бы на самую высокую ступень это ставить или предполагать что все только от этого зависит но мы про это не забываем потому что еще одно исследование нашел среди элитных футболистов и там все таки была связь между гибкостью хамстрингов менее 90 градусов при пассивном поднятии прямой ноги то есть вот как вот на этом тесте терапевт поднимает выпрямленную ногу в коленном суставе у пациента там у спортсмена придерживая вторую ногу чтобы она не поднималась лет за ней и оценивает насколько градусов это движение сосуществимо так вот этих футболистов на что у кого было менее 90 то все-таки была небольшая корреляция с будущими повреждениями задней поверхности бедра то есть как бы так две стороны медали мы оставляем этот фактор учитываем его будем разбирать как это профилактировать в дальнейшем то есть что нужно вводить там в подготовку чтобы гибкость была на должном уровне но не заморачиваемся на этом прямо что это только все от этого так не бывает касаемо и задней поверхности бедра но и в целом так конечно было бы очень легко но к сожалению к сожалению нет такого но просто держим в уме как тренеры что кроме гибкости мы поддерживаем и силу мышц задней поверхности бедра абсолютно верно идем дальше следующий фактор риска это усталость то есть также обнаружена связь усталости и повреждений задней поверхности бедра рецидивирующие травмы чаще встречаются игре веков с дефицитом силовой выносливости так как поврежденные мышцы ранее они утомляются быстрее и демонстрируют нарушение нейромышечной передачи данные исследования демонстрируют увеличение количества мышечных травм в последней трети тренировочных спринтерских сессий или например там во вторых таймах игровых видов спорта здесь вот мы видим опять же у нас табличка с данными все из того же кубка мира 2015 года если на первый взгляд посмотреть туда первый тайм 49 там округлено 2 там 51 вроде бы большой какой-то разницы нет практически одно и то же но если разбить первый второй тайм на две половины то здесь уже видно уже более большая более выраженная разница то есть во второй половине второго тайма у нас повреждений 26 против 23 там округленная в первой половине тайма во второй половине 2 тайма так вообще подавляющее преимущество 33 повреждения там процентов повреждения против 18 в первой половине второго тайма после отдыха то есть здесь видна прямая связь и мы можем это перенести также и на тренировочный опыт что отдавать интенсивные ускорения во второй во второй части тренировки может быть нецелесообразно с этой точки зрения что да можно получить на тренировке травму который ну вообще в принципе не нужна тем более на тренировке как бы ну не этот риск просто будет не обоснован зачем как бы лучше поставить это в начало и максимально профилактировать возможные повреждения но бытует еще среди тренеров такая методика в конце тренировки особенно среди там подростков дать ускорение чтобы они чуть-чуть подышали на пульсе закончили тренировку вот такие вот с учетом с учетом того что мы сейчас говорим лучше лучше наверное как-то может быть пересмотреть потому как осматриваю это как неподходящий способ заканчивать тренировку на высоких ускорениях ну да просто непонятно ну как бы мы рискуем понятно чем здоровьем там задней поверхности бедра в частности а что мы взамен этого приобретем даже если не будет травмы но какой-то я не думаю что будет какой-то глобальный там положительный момент вот именно из такого завершения тренировки поэтому просто это не стоит того и его также здесь опять же я вставляю эту картиночку с биомеханикой бега чтобы было понятно за что вот утомление хамстрингов вызванные повторяющими динамическими усилиями приводит к увеличению амплитуды разгибания колена во время вот этой же фазы то есть новая задняя поверхность бедра у нас устала четырехглавая мышца устала меньше и она сильнее и выносит ногу вперед опять же подвергая заднюю поверхность бедра чрезмерному растяжению да но и можно связать еще и с риском получения травмы коленного сустава вот ты сейчас рассказываешь как раз мою историю я так получил травму в момент выноса бедра у меня произошло просто я воткнулся ногой впереди стоящий колено прогнулась я получил травму менишка вот видно это могло быть одно с другим связано да 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 возможно что если бы тебя там протестировали то скорее всего нашли бы какие-то дисбалансы которые повлияв на которые может быть можно было бы это что избежать этого повреждения то есть еще раз подчеркиваем ребят что усталость задней поверхности бедра может привести к не только разрыву или там надрыву задней поверхности бедра но и травме самого сустава придется более длительное время потратить на восстановление заметно более длительное чем если бы это было бы просто локальное повреждение мышцы например можно уже карьеру закончить абсолютно абсолютно да тоже примеров примеров куча также были произведены научные работы и вот тоже этот момент был поврежден что прерывести бег ну просто там на тренировке до предназначены для имитации игры значительно снижает крутящий момент эксцентрического напряжения хамстрингов про которые мы говорили которые важен и при этом практически не влиял на концентрическое сгибание колена и и разгибание то есть на силу четырехглавой мышцы он практически не влиял а вот на эксцентрическую силу задней поверхности бедра существенно снижал поэтому еще второй момент наверно которым можно там принять как бы на размышления стоит ли использовать какие-то прерывистые беговые там упражнения в большом объеме например как там разминку перед игрой работа вот интервальное ускорение да 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 что тоже может быть стоит как бы перед игрой этого опасаться потому как например мы можем просто посредством разминки то получить там цифры которые могли бы быть например во второй половине второго тайма они у нас там будут в первые 20 минут 1 просто из-за того что наступило там утомление уже например после разминки разминка может негативно сказаться и высокоинтенсивная разминка может сказаться на риске травмы да да стоит это учитывать ну значит вот право по основным факторам которые являются предикторами повреждения задней поверхности бедра мы прошлись и теперь переходим ну значит к возможным вариантом коррекции как мы можем на это влиять чтобы этот риск уменьшить и первая коррекция у нас но мы пойдем по также как шли причины коррекция силовых показателей и в частности коррекция именно эксцентрической силы то есть улучшение отношения длины и силы задней поверхности бедра травма хамстрингов даже незначительная которая была в анамнезе как мы уже говорили предрасполагает мышцу к архитектурным изменениям то есть сокращение пучка он становится более короткий которые могут предрасполагать спортсмены к рецидиву эксцентрическая тренировка в свою очередь увеличивает длину этого пучка и таким образом снижает риск травмы в то время как программы эксцентрических тренировок большого объема с использованием nordic exercise то есть вот этих нордических наклонов да вот на левой картинке мы видим то есть суть понятна да упор в колени кто-то там тренер или другой игрок придерживает голени и значит происходит вот то самое эксцентрическая работа задней поверхности бедра то есть игрок как бы падает вперед максимально ограничивая эту скорость и самое главное чтобы у него включалась вместе с хамстрингами ягодица то есть чтобы у него корпус не наклонялся вперед относительно таза как бы от колена до макушки была прямая линия которая медленно опускалась бы вперед ну или лучше руку руки держать вот не так как тут на картинке согнутыми в локтях чтобы в тот момент когда уже эксцентрической силы не хватит и спортсмен упадет вперед чтоб он как бы не нас разбила на на руки приземлился но чаще можно встретить что падают спортсмены уже на первых секундах на первых углах движения до самом начале то есть вопрос к тебе это может свидетельствовать о очень слабой задней поверхности и икроножных мышцах или какие-то другие факторы нет как раз это и есть то есть отсутствие в целом в программе постоянные этих упражнений как раз приводит к тому что силовые показатели низкие в целом низкие относительно передней поверхности бедра потому что подавляющее большинство там до приседаний там не знаю болгарских там приседов там каких-то выпадов ну акцент в большей степени на переднюю поверхность бедра чем на заднюю то и вот и к вопросу о том что я тебя спрашивал про полевые тесты вот мы можем использовать эти нордические наклоны как 10 например медленней чем медленнее чем больше угол может выполнить спортсмен тем его задняя поверхность бедре бедра сильнее да зачем тем это лучше и можно опять же какие-то более облегченные варианты да то есть например если у нас будет несколько спортсменов слабой задней поверхности бедра ну то есть где они там там смогут ее напрягать там буквально секунду да и будут уже падать вперед большого смысла это делать нет потому что фазы эксцентрического напряжения как такового практически не будет и лучше как-нибудь облегчить например можно фитбол например поставить впереди и чтобы игрок руками там даже пальцами рук легонечко на него опирался то есть акцент опять же был бы на напряжении задней поверхности бедра а руками он просто бы отталкивал его потихонечку чтобы у него на всех градусах так скажем сгибание коленного сустава задняя поверхность бедра напрягалась ну или можно резинку накинуть на грудь да и она где-то сзади будет привязана и тоже резинка будет помогать соответственно опускаться более медленно вперед и затем возвращаться в исходное положение а вот вопрос а если у нас есть тренажер для задней поверхности бедра мы можем согнуть колено это голень и под силой уступать ну то есть работать в эксцентрическом режиме но в тренажере для сгибания голени такое возможно же да 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 вот мы сейчас дойдем там если вот вы сейчас справа посмотрите где у нас flywheel training написано там как раз это и будет но здесь просто конкретно много очень исследований вот именно на нордические вот эти выпады наклоны не знаю как правильно сказать поэтому мы разбираем отдельно да и значит что еще хотелось бы уточнить были исследованы значит использование большого объема до этого упражнения которые продемонстрировали хорошее улучшение эксцентрической силы но затем провели исследование когда это упражнение использовали в маленьких объемах то есть два сета по четыре повторения всего лишь и один раз в неделю и были получены все равно положительные результаты то есть даже меньше объем очень хорошо улучшал эксцентрическую силу и риск травматизации хамстрингов был снижен соответственно просто ну этот объем проще гораздо включить в программу в тренировочную например даже на этапах соревнований и он не будет ни каких-то существенных сил забирать у спортсменов не времени частоту повреждения задней поверхности бедра будет существенно занижать но и это упражнение очень болезненно потом ощущается спортсменами на следующий день задняя поверхность икроножная просто отваливаются ну конечно поэтому да здесь маленький объем может быть вот ключиком к успеху так сказать то есть даже небольшое количество все равно будет давать свой положительный эффект и вот рядом у нас здесь эксцентрическая фаза тяги тоже можно использовать как упражнение для улучшения вот этой эксцентрической силы задней поверхности бедра то есть мы акцентируем на фазе опускание вниз то есть опять же ограничиваем скорость и максимально напрягаем эту зону момент наклона и значит третья составляющая этой коррекции эксцентрической силы не нашел я перевода flywheel тренинг но flywheel это типа маховик по-русски то есть кроссовер это работа в кроссовере если мы говорим про тренажерный зал ну да то есть например как блоковый тренажер да но здесь это типа здесь перед показывается более такой типа продвинутый да то есть вот этот диск там раскручивается да вот по принципу изогенетического тестирования рассказывал насколько сильно там ты его раскрутил настолько же сильно он и будет удерживать потом момент эксцентрической фазы там нижнюю конечность в нашей ситуации то есть вот здесь вот изображена отдельной картинкой в каком исходном положении это выполняется просто вот на сайте этого прибора я не нашел но у нас скорее таких приборов не будет поэтому я поэтому что да вот блок блочный тренажер блоковый можно использовать в принципе как имитацию акцентироваться на эксцентрической можно даже чтобы не перегружать заднюю поверхность бедра чтобы вот этих на утро там не было у нас негативных ощущений то есть концентрическую фазу да например с помощью второй ноги согнули например да вот натягивая этот вес на облочный тренажер и потом просто ограничиваем скорость того как этот блочный тренажер нашу ногу в коленном составе выпрямляет также проводилось до исследования конкретно вот на этом упражнении на футболистах в предсезонном периоде него выполняли и была получена положительная динамика по сравнению с контрольной группой на травмах задней поверхности бедра в течение сезона когда лежа они лежали и без нордик без там тяг а вот чисто делали только одна группа делала вот только на заднюю вот это лежа вторая группа не делала ничего и все равно была разница существенная следующая значит слайд мы идем дальше корректировать силовые показатели только теперь уже у нас не эксцентрика концентрическая и изометрическая сила почему это важно есть данные что полусухожильные полуперепончатая мышцы которые реже у нас травмируются они дают более высокий уровень активации на короткой мышечной длине тогда как активация бицепса для нее нужно большая длина большая длина самой мышцы и значит помощью функциональной диагностики исследователи анализировали и дошли до того что бицепс и полуперепончатая мышцы были значительно менее активные чем полусухожильная и тонкая во время эксцентрического сгибания ног что имитирует диапазон движений в коленном суставе и длину задней поверхности бедра наблюдаемую вот как раз при нордических вот этих наклонах то есть это хорошо да нордические наклоны их выполнения но вот по некоторым данным когда мы их делаем больше напрягается полусухожильная и тонкая полуперепончатая и что самый важный бицепс напрягаются в меньшей степени потому что длина неподходящая то есть для наших тренеров мы скажем что нордические наклоны больше нагружает мышцы которые располагаются ближе к средней линии то есть с внутренней части более медиально поэтому поэтому целесообразно добавление такого упражнения как вот стив лег дед лифт то есть тяга с прямыми ногами здесь видимо такой рычаг достигается при котором как раз вот доходит до той длины при которой бицепс максимально активируется поэтому то есть опять же эти данные не говорят о том что нордические выпады это плохо и нафиг их делать не нужно это просто о том что многофакторная проблема и каким-то одним ключиком ее не решить то есть нужно ну с разных сторон подойти и помимо тех упражнений которые мы уже разобрали также рекомендуют добавлять вот эту тягу с прямыми ногами это мы делаем это сплитом сплит упражнения нордик и становая тяга мертвая становая тяга да да это для концентрической силы и третьим сюда же добавляем для изометрической силы вот это опять же я не знаю как там на языке фитнеса это переводится сингл и стул это римский стул это чаще всего так можно назвать ну да значит вот на одной ноге значит мы выполняем статически в этот римский стул в римском стуле упражнение а так это упражнение гиперэкстензия называется ну да ну и это понятно я имею то что здесь именно просто статика поэтому до поддержания параллельно полом ну да и вот например то здесь за счет увеличения рычага до и удерживания в прямых руках какого-то груза но более то есть упражнение с большим отягощением и исследования которые проводили вот влияние значит этого упражнения они получили информацию что она более влияет на именно на выносливость задней поверхности бедра чем тот же самый нордический наклон то есть опять же чтобы нам вот повлиять больше на выносливость и прокачать так скажем изометрическую силу которая тоже важна вот туда в момент бега приземления ноги как мы уже разобрали нам нужно добавить к уже пройденному еще вот эту статику ну то есть если выстраивать логику мы даем упражнение нордик потом мы даем упражнение мертвой тяга и третьим упражнением в нашей тренировочной сессии мы даем вот это удержание в тренажере наверное получается со всех сторон мы силу задней поверхности бедра как бы качество так скажем эксцентрику и концентрику и изометрию а как часто это нужно выполнять раз в неделю до достаточно ну да 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 то есть вот они приходят к тому что даже всего лишь одного раза в неделю уже вполне достаточно ну опять же там уже как надо смотреть там смотря какой смотря какой сбор да какая нагрузка где-то может быть можно там пару раз в неделю но хотя бы один как минимум нужно делать но все я думаю что и подростковые тренеры и тренеры любительских полу любительских профессиональных команд имеют возможность раз в неделю уделить внимание ну конечно это не ну как бы не так сложно как кажется это там 20 минут в лучшем случае когда уже игроки будут знакомы да с этим упражнением то это будет еще быстрее поэтому следующий фактор на который можем воздействовать это гибкость как можно разбирали который не настолько важен как не самый важный так скажем но тоже необходим соответственно это растяжка несмотря на то что последние исследования ставят это под сомнение можно лучше все таки ее оставить было нас проведено исследование на футболистах снова где не было результатов за счет производимой растяжки то есть также все равно они получали травмы задней перси бедра как и без нее но возможно возможно там не было подробно подобрана адекватного протокола проведения растяжки на их тренировках то есть они выполняли формате чередование напряжения растяжения в течение 10 секунд и возможно просто этого было мало и так как все-таки у нас на футболистах есть данные то что подъем прямой ноги менее 90 все-таки является фактором риска то лучше в программе эти упражнения оставить здесь я привел такие там плюс-минус наиболее популярные положения в которых растяжку задней поверхности бедра производит я все-таки настаиваю как бы на том что активный стретчинг это крючка успеху в данной ситуации то есть вот эта верхняя картинка где она просто женщина изображенная за счет как бы сидим друг до полотенца тянет свою ногу вы натягиваете бедра я бы не вот на этих трех снизу два из них первые то есть понятно стречим за счет движения да там в других сегментах спортсмен там или в данном случае там любитель там фитнес модель натягивает себе заднюю поверхность бедра ориентир это угол сгибания прямой ноги до приблизительно 90 градусов это норма которую должен достигнуть игровейка правильно да 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 дальше не нужно да да дальше дальше пытаться газа кинуть голову аля гимнастка это уже нет необходимости да во первых нет необходимости исходя из тех данных которые мы сегодня разобрали может быть наоборот даже это приведет к повышенному риску травматизации и вот на третьей картинке снизу здесь изображена как бы вариант такой самостоятельный просто за металлической релаксации что тоже может быть эффективно то есть спортсмен до поднимает свою ногу согнутую в колени здесь то здесь акцент на максимальную часть на верхнюю часть тазобедренный сустав как только он почувствовал сопротивление он ногами обхватывает свое бедро давит на руки так чтобы мышца была в одном положении то есть чтобы не двигалась на пять счетов например он подавил и потом снова расслабляет и еще немножко притягивает к себе до следующего наступления ощущения там каких-то болевых небольших или просто ощущение тонуса и таких там три-четыре цикла тоже будут полезными то есть чередование статического напряжения и последующего затем расслабления когда лучше выполнять подобное упражнение после тренировки да потому что есть данные что стретчинг до нагрузки не то что не является положительным а также даже отрицательные эффекты какие-то были найдены там как на результат то есть ухудшение силовых показателей так и на некоторую травматизацию поэтому они не настолько не супер там прям объективные то есть я не могу с уверенностью об этом заявляет что это приведет к каким-то отрицательным моментом но лучше опять же мы ничего не потеряем если будем делать это после традиционно в начале тренировки выполняется короткая кратковременная динамическая растяжка и статический стретч выполняется уже в конце трениров да 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 подобные реки подобные выполнения упражнений в дни отдыха как-то рассматриваешь стоит ли рекомендовать ну без фанатизма опять же если там ощущается ощущает спортсмен какую-то забитость там до после нагрузки то естественно хуже от этого не будет почему бы ее не потянуть чтобы она там не находилась у нас перенапряженном состоянии до длительное время но так чтобы там обязательно там кровь из носа нужно это делать я бы не говорил так поэтому ну то есть без фанатизма можно без становления на пьедестал растяжки и гибкости просто мы это учитываем мы с этим работаем но не фанатеем паша вот по скорости восстановления после травмы задней поверхности бедра как долго задняя поверхность будет будет слайд мы дойдем до этого поэтому сейчас мы последовательно будем идти поэтому ну просто к нам не не дергаться я да по там очень много по времени не растягиваться сейчас да хорошо тогда ускоримся значит опять же следующий еще важный момент имеющийся в анамнезе травмы задней поверхности бедра исследование на футболистах также показывает что проведенная полученная травма задней поверхности бедра в прошлом сезоне увеличивала вероятность в 11 раз возникновения травмы в последующем то есть как мы уже говорили не функциональная рубцовая ткань которая образовалась на месте повреждения если тем более реабилитационные мероприятия были проведены там в неполном объеме так скажем или это были вообще не проведены и не вообще просто там до неделю-две отдохнул и сразу в общую группу вместе со всеми пошел дальше фигачить очень распространено да да мы можем получить все факторы которые мы уже разбирали то есть нарушение удлинения мышечной ткани то есть эксцентрического ее фазы снижение гибкости снова на это максимальной эксцентрической силы длительная атрофия поврежденной мышцы и конечности вследствие вот этого просто отдыха тот самый угол вот максимального крутящего момента сгибания в колене становится более выраженным что также мы уже знаем является фактором травматизации ну и в целом биомеханика нижней конечности там в том же самом беге там прыжках еще каких-то элементах страдает если должная реабилитация не была произведена потом значит также у нас есть смежные регионы да которые могут влиять на заднюю поверхность бедра в первую очередь это пояснично-крестцовый отдел быстро пробежимся до такой есть синдром известный достаточно нижний перекрестный синдром то есть слабые мышцы брюшного пресса передней брюшной стенки слабые ягодичные мышцы против них как бы уступают слишком укороченные напряженные сгибатели бедра и разгибатели позвоночника то есть вот здесь на второй картинке видно что это приводит к переднему наклону таза так как мы уже анатомию вспомнили да мы с задней поверхности бедра у нас вот здесь вот крепится если таз в таком положении то не более натянуты соответственно более натянуты значит излишне натяжение да она будет приводить к повышенному риску травматизации надо добавить что прошу прощения по что перебил любители потренировать поприседать потренировать переднюю поверхность бедра рискуют перегрузить эту этот регион и повысить риск получения травмы задней поверхности бедра да да и мышцы которые находятся спереди начнут больше сокращаться и начнут наклонять таз в свою сторону это совершенно верно но опять же только здесь единственное стоит заметить что как и в случае с гибкостью да была такая эра не так давно скажем когда все там травмы все болевые синдромы связывали с биомеханической моделью да вот нижний перекрестный синдром это как раз из этой области это конечно не так то есть просто также мы с этим ознакомились мы это учитываем мы это знаем но тоже не фанатеем от этого то есть не связываем там любую любые проблемы задней поверхности бедра или же там боль в пояснице да в данном случае с этим синдромом то есть все как бы в меру и коррекция соответственно этой проблемы это активация мышц кора да чтобы у нас положение было правильное нейтральное положение этом пояснице таза и тогда все будет нормально и следующая группа также упражнений которые касаются в большей степени корпуса и поясничного отдела и антагонистов его пресса для коррекции этой проблемы то есть первые два упражнения мы видим нам эти исследования их предлагают как контроль поясницы да там в положении сгибания разгибания конечностей то есть просто удержание статическая да вот здесь главное на что мы обращаем внимание это чтобы поясница была прижата к полу лордоса чтобы не было то есть вот этого прогиба того самого напряжения мышц пресса и просто удерживаем там данном случае под 90 градусов до нижней конечности верхние можно с каким-то грузом можно просто второй вариант они называют это олег на там да ну грубо говоря такая обратная лодочка тоже самое главное чтобы у нас корпус был фиксирован но есть такое упражнение мертвый жук называется очень это вот это это про следующая ступень от мертвого жука то есть просто у нас были бы там 90 градусов тазобедрный сустав 90 градусов коленные суставы 90 градусов плечевой и удерживаем спокойно до того момента пока мы можем держать в правильном положении как только начало там поясница отрываться опять же терпеть там и чтобы глаза на лоб резли уже нет смысла потому что положение неверное потом ротационный контроль да то есть обычная планка но там и с одной стороны одну опору убираем тогда руку либо же ногу и главное чтобы корпус остался фиксирован в том положении в котором и был то есть чтобы не не начинал ротироваться после того как мы убрали одну опору стабилизация на одной ноге даст и риксом ну то есть просто банальный там пистолет и приседы на одной ноге с триксом небольшой нестабильной поверхностью и еще один вариант они просто это там сила корпуса до называют но по сути это то же самое диротационный контроль как здесь в планке только здесь стоя то есть резинка натянута дамы рычаг увеличиваем разгибая руки в локтях и самое главное чтобы вот в этот момент мы не поворачивали корпус вслед за резинкой куда нас тянет тоже пластическое удержание правильного положения вот значит исследователи эти также в программу предлагают включать эти упражнения тоже без фанатизма там хотя бы один-два раза в неделю но тем не менее чтобы они присутствовали для профилактики в целом биомеханических нарушений в частности задняя поверхность бедра но в целом то есть это будет влиять как на проблемы с поясницей в целом до проблемы двигательного контроля опять же тоже самое те же самые повреждения колена это на все будет подействовать положительно поэтому следует включить эти упражнения и значит вот дошли мы до чего мы уже касались связь плохой до функции хамстрингов мышц задней поверхности бедра и риском повреждения передней крестообразной связки такая очень схематическая картинка она просто здесь чтобы было понятно да вот травмы передней крестообразной связки подавляющем большинстве происходит до механизм у нас варгусный то есть внутрь уходит колено ротационная да и смещается внутрь и это должно происходить на небольшом угле сгибания в колене то есть мы практически с этим механизмом не найдем практически травм которые были получены например когда колено было согнуто там на 90 градусов или там на 60 градусов это почти всегда будет угол сгибания колена 10 там максимум 20 и вот при этом небольшом угле напряжение четырехглавой мышцы выдергивает голень вперед до натягивая вот эту переднюю крестообразную связку и тут смотря на эту картинку мы приходим да это логично что если у нас хамстринг в плохом тонусе да и сила его снижена он не сможет оказать должного сопротивления вот этому механизму и удержать голень как бы в нормальном положении она сместится вперед чересчур сильно и передняя крестообразная связка получит повреждение просто это важный момент который надо понимать потому что во всех кругах во многих сейчас если спросить там недавно я там у травматолога там одного там пытался допытаться не будем говорить кто это не столь принципиально достаточно известные да как бы вот какие проблемы с мышцами бедра могут приводить к риску передней крестообраз связки 4 главы мышцы 4 главы мышцы все играет 4 главы мышцы но почему-то я два раза спросил игра задней поверхность бедра нет такого не бывает но как не бывает если вот да все окажется на схеме и понимая биомеханику и даже ну банально физику вроде все логично ну и мы тоже тут стоит привести пример спортсмена которого мы с тобой встретили на сбора в сочи который я за проконсультировал который на имел травму коленного сустава избыточно пытался закачать 4 главы ничего у него не получалось люфта люфт был голени вперед а задняя поверхность абсолютно не работала ну да то есть вот его например он придет снова к оперирующему травматологу скажет что за фигня да вроде мне сделали операцию а у меня все равно горе не уходит вперед и вот он снова загодит на мрт там будет все нормально сделаю там кучу исследований к сожалению маловероятно что кто-то попробует потестировать ему заднюю поверхность бедра и прийти к тому что просто из ее слабости возможно это люфт ее легко очень проверить пусть он там не знаю три-четыре недели это во время реабилитации поработает задней поверхности бедра и снова провести тестирование если люфт уменьшится значит вы нашли ключ к успеху а не дай бог тому что ему скажут да наверное там проблема с трансплантатом там он может быть растянулся и возьмут его на повторную операцию ну это еще еще там плюс-минус год можно вычеркнуть из карьеры ну то есть коротко резюмируя данные данный слайд задняя поверхность бедра сила задней поверхности бедра выносливости задней поверхности бедра позволит спортсмену избежать ненужные травмы за передний снизить риск избежать конечно это круто если вообще ну как минимум невынужденную травму он скорее всего не получит да 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 совершенно верно и дальше мы переходим значит да оценка то есть грубо говоря что нам можно включить тому же да там медицинскому штабу там тренеру по фу п там допустим да там если хорошо если в команде есть физиотерапевт или реабилитолог ну или хотя бы чтобы тренера тоже это учитывали какие тесты да там можно включать чтобы вот эту возможность нарушения функции задней поверхности бедра заранее до получения травмы как-то диагностировать и оказать коррекцию во первых как мы уже коснулись немножко ли темы то есть все вот эти до упражнения которые являются корректирующими они же могут быть и тестом то есть привели там вначале например сбора всем там сделали nordic да оценили там кто сколько там секунд может удерживать на каком угле сделали там эксцентрическую фазу тяги там на одной ноге да кто сколько килограмм может там нормально удерживать в статике там подержали да там на этом римском стуле там записали результаты вычленили игроков которые в зоне риска дали им работу на силу и вот здесь еще дополнительно не силовые и вот здесь представлены три теста амплитудных это то есть подъем прямой ноги которые мы уже касались сначала активно спортсмен поднимает выпрямлен ногу в колени в конце чуть-чуть добавляет уже там тот кто проводит этот тест пассивно когда он уже сам не может тянуть самые ключевые точки мы фиксируем вторую ногу фиксируем корпус чтобы до нас не было компенсации такого но обмана так находим если 90 градусов есть супер если меньше то ставим галочку что нужно это учитывать и с этим работать вот к этому моменту я еще добавлю мы вот спорт школе я 15-летних тестировал и вот из 18 ребят но сейчас там может быть их больше было только у двух или трех была нормальная нормальный диапазон сгибания это вот порядка 85 90 градусов все остальные далеко были за то есть не доходили до 90 градусов 45 50 максимум 60 градусов это просто в условиях спорт школе пришли буквально тренировку потратили на полной батареи тестов и получили данные примерно сборы там команда заехал вот этом в первый день потратили на это время но это важно чтобы в том же сборе включить в программу хотя бы не для всей в идеале конечно для всех спортсменов но хотя бы для тех которые в зоне риска оказались после этих тестов дополнительные упражнения чтобы это корректировать второй тест значит это просто оценивается сгибание в тазобедренном суставе до максимально то есть насколько руками спортсмен может прижать корпусу бедро там в норме там но 130 140 градусов должно быть также мы сравниваем там до право-лево и градусы нормы и градусы двух ног потому что может быть у него там в целом ну там допустим какая-то там гипермобильность да там у него в целом 140 до например на одной ноге а на 2 130 вроде бы это норма но если у нас на 2 140 то значит что-то не так с какой-то из сторон и надо с этим разобраться и третий вариант это из положения максимального сгибания в тазобедренном суставе пассивно выполняется разгибание колена да то есть насколько вот он сможет выпрямить колено положение максимального сгибания бедра здесь такой какой-то нет фиксированные нормы здесь больше мы сравниваем правую и левую ногу это значит вот эти три амплитудных в большей степени теста и три силовых до помимо упражнений как можем протестировать силу здесь конечно сложно да если это будет мануально обычно тестирование если мы просто вам рукой своей сопротивляться сложно оценить будет разницу какую-то небольшую в идеале да вот этот ручной динамометр но я так там поладил в гугле там какой-то там иностранного производства до адаптированный там к тестированию опорно-двигательного аппарата там порядка 1000 долларов стоит как бы конечно мало где да мы можем работать чтобы нам такое оборудование приобрели хотя было бы круто но не знаю фантазия там велик а можно да там рыночные весы с крюком да потом используют ну какие-то варианты в общем использовать для оценки силы ну да 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 вот ну это здесь вот тоже три варианта да просто у нас статическое сокращение да там в положении 90 градусов насколько сильно он давит пяткой да на вот динамометр в данном случае посерединке у нас эксцентрическая сила в средней амплитуде да то есть мы например увели вот ногу да здесь здесь примерно 45 градусов в коленном составе и давим на пятку до до момента пока нога не опустится почти в ноль градусов и соответственно самое большое там цифру которого получим это будет эксцентрическое напряжение в средней амплитуде и третий вариант это эксцентрическое также напряжение но уже в максимальной амплитуде то есть в 90 градусов сгибания в тазобедром составе 90 в коленном из этого положения мы давим на пятку пока да не выпрямим ее там практически ну не здесь не до нуля чтобы нам травматизации возможно не получить там градусов до 10 оставшихся выпрямили и вот с какой максимальной силы нам сопротивлялся получили эту цифру и также можем ее учитывать и вот значит тому что роман уже спрашивал восстановление да помним мы до три степени класса bc то есть еще раз пробежимся а миофасциальная самая легкая б мышца сухожильный переход и c внутри сухожильная значит а миофасциальное повреждение среднем до трех недель происходит восстановление примерно за семь дней рубец образовавшийся достигает половины прочности своей ориентировочно их там в течение до трех недель уже максимальную прочность он свое обретает и может нормально сопротивляться там растяжению но естественно это не значит что три недели надо лежать и ждать пока этот рубец станет прочим потом будут проблемы связанные с нарушением гибкости отсутствием силы то есть это просто средние цифры после которых можно возвращаться в общую группу с условием того что там застигнуты цели реабилитации которые проводились в течение этих трех недель а вот на какой на какой день можно начинать уже там пробежки включения тех упражнений о которых ты говорил на на пятнадцатом не ну касаемо например там да вот первый миофасциального там практически с первого дня то есть сразу после этого мы просто игрока убираем из общей группы но сразу включаем ему эти упражнения да то есть мы пробуем в самое главное да обращаем внимание на боль боль это наш главный союзник в данном случае не делаем ничего через боль то есть он травмировался ну вот там окей до один день он там тот день откроем травмировался до остаток дня он ничего не делает получает там game ready мы сейчас до этого дойдем что делать в острых фазе ну то есть какие-то там обезболивающие противовоспалительную терапию не препараты я имею ввиду физическую потому что препаратами там тоже такой спорный вопрос а вот на следующий день уже попробовали в статике понапрягать хамстринги да не буквально ничего напрягается супер сделали там несколько подходов просто хотя бы сопротивляясь ему рукой он их повключал попробовали концентрику не больно супер дальше переходим к эксцентрике тоже не больно супер 70 процентов велосипед да не больно супер 70 процентов бега не больно супер и все и так мы выходим на общую группу но значит как мы можем здесь сформулировать сформулировать рекомендации для тренера все рекомендованные тобой упражнения попробовать достигнуть тех моментов где нету боли в них работать в этих диапазонах и постепенно искать новые углы там через несколько дней пробовать до увеличивать диапазон движения примерно ориентируясь на вот эти сроки которые здесь указаны но примерно ну и не торопиться все-таки в течение первых двух недель не выпускать игрока на поле даже если это финал кубка мира да ну да ну как бы опять же вот если да миофасциальные да вот исключительно вот это то что под буковкой а там бывает даже как такового нет повреждения волокон да то есть просто вот это травма не растяжение гипер напряжение там может быть достаточно там ну нескольких дней до недели даже бывает но это исключительно в редких случаях это очень сложно диагностировать поэтому лучше да лучше как бы но две недели две недели да 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 значит буковка б да мышь на сухожильный переход средней цифры 4 8 недель на десятый день после травмы рубец уже не является самым слабым местом травмированным травмированной мышцы а на третьей неделе идет процесс созревания коллагена первого типа и концу уже этой третьей недели то есть коллаген первого типа да у нас там со стороны больше сухожилий идет и концу третьей недели регенерация миофибрил со стороны мышцы произошла у нас же это травма перехода да и значит плюс минус уже ткань готова и можно там дальше и нагружать и растягивать и 4-8 недели выходить в общую группу и самое фиговое до 3 под цифрой c внутрисухожильное повреждение здесь средние сроки 24 месяца так как более сложное восстановление ткани до происходит отложение внеклеточного матрикса сначала образуется коллаген 3 типа и только затем происходит фаза ремоделирования то есть когда у нас коллаген 3 типа должен замениться коллагеном 1 типа который продольно ориентирован то есть как должно быть ориентирована ткань сухожилия потому что я думаю может может быть мы запишем как-нибудь следующий раз там тему тендинопатии до проблем это мы запишем обязательно да просто нет вот эта штука может привести к развитию этого заболевания то есть если у нас будет плохо ориентированной ткани сухожилия она не сможет нормальную функцию свою нести и соответственно ничего хорошего не добьемся поэтому эта консолидация происходит в последующие 6 недель и затем уже происходит созревание полноценной ткани то есть здесь вот 24 месяца самый сложная травма начну из данных да ну если не учитывать полный разрыв и вкратце также еще просто до которые точки возвращения в спорт в общую группу нормальная амплитуда движения без боли до по всем тестам которые мы прошли пальпация безболезненная то есть куда бы мы не нажали нигде не больно беговая прогрессия выполнена то есть сначала так 70 процентов бег потом стопроцентное ускорение там отрывистые с изменением направления везде все нормально отсутствие дисбаланса по силовым показателям то есть в идеале да в идеале если он занимается там революционном центре в конце мы должны сделать изокинетическое тестирование оценить там концентрическую силу эксцентрическую соотношение право-лево соотношение задней поверхности бедра передняя поверхность бедра нигде не нашли никаких дисбалансов все супер биомеханические нарушения отсутствуют да то есть там он нормально бегает опять же все хорошо двигается может быть там синглы как высококоординационный какой-то тест а вот я хотел перевести что сингл лайк хоп тест это прыжок вперед на одной ноге да там такая получается такой протокол что три попытки сначала однократные до прыжок вперед на одной ноге потом тройной по прямой линии потом тройной зигзагом то есть там до условно какая-то линия начерчена полу там да мы прыгаем сначала вправо потом влево потом снова вправо и четвертая ступень нужно 6 метров пропрыгать на одной ноге максимально быстро каждый год из этих ступеней сделали там но по 2 либо по три попытки даже можно по 2 посчитали опять же ногу которая была травмирована ногу здоровую просто по тем же процентам рассчитали 90 процентов получили например да ногу которая была травмирована от здоровья все хорошо получили там 80 или там и того меньше напрягаемся значит еще рано надо продолжать реабилитироваться или например ему стало больно в какой-то момент значит еще рано то есть вот я со своей стороны паша еще задам вопрос мне 3 как тренеру по физподготовки тогда стоит добавить в батарею тестов еще вот допустим прыжок на одной ноге не с целью оценить мощность спортсмена а целью иметь данные которые могут мне помочь в случае если будет травма задней поверхности бедра то есть какими результатами надо будет сравнивать да 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 это было вообще идеально то есть если мы на входе уже имеем там данные по каждому игроку и потом в момент когда мы считаем что он восстановился чтобы нам было чем сравнить мы можем тогда сравнить не только со второй ногой а с показателями этой же ноги до до травмы но это не сложно сделать и удобно иметь под рукой в случае восстановления чтобы сравнивать результаты не надо это будет полезно и еще ключевое что для возвращения в спорт после внутри сухожильного повреждения обязательно должно быть произведено мрт и только если это ну лучевой диагноз да там в райспортной медицины по итогам этого мрт посмотрел и выдал заключение что ремоделирование произошло ткань созрела все нормально сухожилие полноценно тогда возвращаемся если нет то ну то есть надо смотреть если ничего не беспокоит но по мрт все равно какие то есть несоответствия то но это уже как бы частный случай но в общем просто надо это учитывать что без мрт при внутрисухожильном повреждении нельзя возвращаться в общую группу и заключительный слайд в остром периоде что нужно делать то есть опять чтобы сами спортсмены знали если где-то например он там может быть он сам тренировался да как сейчас там например на карантине опять же там какая-то тренировка не знаю там где-то в клубе где нет врача например почувствовал да вот симптомы которые мы описывали сегодня там в момент какого-то ускорения там заболела задняя заколол или не дай бог там например дернула там с каким-то щелчком там и сильно болит есть раньше было до 3 принципа сначала был принцип райс вот тут посередине видно я ввожу rest а из компрессионной вейшем то есть отдых лед компрессия то есть давление и поднятие подъем верхней конечности ну когда мы лежим или спим до чтобы она была выше уровня сердца условно говоря чтобы отток производился отек не нарастал заменили этот райс на прайс добавили protection еще 1 букву п то есть это например там при сильной травме ну допустим костылида там будет protection или там ортез какой-то на ком колен или сустав например но потом пришли к тому что нужно добавить обязательно в эту программу optimal loading то есть то что мы говорили оптимул от это нагрузка которая не воспроизводит и симптомы то есть чтобы как можно раньше у нас восстановилась ткань чтобы у нас как можно меньше был мышечный дисбаланс до после травмы мы должны рано начать включать этот сегмент в данном случае заднюю поверхность бедра также механизма да есть там мира не преимущественного торможения например после того как была получена травма если игрок вовремя начал активировать бедро то нервная система будет например блокировать да там его активацию на каких-то моментах растяжения то есть эксцентрическая сила будет снижена чтобы избежать всех этих вещей нам обязательно нужно добавлять оптимул от то есть нагрузку которая не воспроизводит симптомы то есть можно делать все что не больно поэтому мы переходим к тому что мы должны пользоваться вот этой концепции police protect то есть ну как protect за будет даже если просто вы будете оберегать эту ногу например там не прыгать на одной ноге по лестнице не знаю там после повреждений там эта защита то есть оптималу от может прошли значит движение в этом сегменте может быть с нагрузкой может быть просто какие-то там растягивающие может быть просто там статическое напряжение но хоть что-то в общем что чтобы это было не больно и чтобы эта область в этом участвовала а из это лед понятно там но разные есть тогда вот тут написано там каждые два-три часа 15-20 минут есть там в первый день рекомендуют часто как я рекомендую там каждый час даже по 20 минут компрессион это сдавление то есть тому какой-то бандаж там бинт эластический там тейп что-то еще там что будет сдавливать мягкие ткани то не давать нарастать в этой области отеку но когда там у нас есть например аппарат game ready поэтому мы тут можем двух зайцев убить одной процедурой то есть там опять же раз в час раз два часа в первый день делать game ready он будет создавать охлаждение и сжатие компрессию и значит подъем нижней конечности выше уровня сердца чтобы воспаление отек в результате этого не нарастало то есть лег спортсмен спать в этот день положили ему там подушку не знаю сумку там еще что-нибудь под ногу чтобы нога была выше и в принципе это опять же вот ключ к успеху все простое ничего не надо там выдумывать какие-то уколы там еще что-то не дай бог блокады там ничего не нужно спасибо тебе паш за реально ценную информацию я надеюсь что те кто будут нас слушать игроки и тренеры просто заинтересованные люди возьмут для себя и возьмут на вооружение и будут использовать те рекомендации о которых ты говорил спасибо тебе паш еще раз увидимся запишемся хорошего дня взаимно взаимно до счастлива пока